Изобретатель Иосиуки Санкаи создал роботов в помощь людям, потерявшим возможность ходить. Газета РБК. Один миллиард долларов на искусственном скелете Татьяна Глазкова полночи 25. 30 января 2015 года. Фото. Блюмберг. Фото. Блюмберг. Японский профессор Иосиуки Санкаи, основавший компанию Cyberdyne, недавно попал в список Forbes. Благодаря созданному им роботу, помогающему людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Не исключено, что первый миллиардер от робототехники когда-нибудь поможет реализовать мечту японского премьера минус Олимпийские игры для роботов. От фантастики к медицине новоиспеченный миллиардер Иосиуки Санкаи увлекался роботами с детства. В 9 лет он прочитал сборник рассказов Айзека Азимова «Я, робот», и с тех пор робототехника стала его страстью. Кроме того, как пишет The Japan Times, Санкаи еще в самом раннем детстве очень интересовала, каким образом люди могут двигать конечностями так, как им хочется. Он поступил на специальность искусственные органы человека в университет Сукубы, где в 1987 году получил докторскую степень, а затем стал там профессором. Но только роль ученого и преподавателя его не устраивала. Санкаи хотел создать робота, который мог бы использоваться в области медицины. С детства я думал о том, как можно применить технологии, чтобы помочь людям и всему обществу. Минус цитирует его. Физические функции человека ослабевают из? За возраста, болезни или травм. Как поддержать ослабевших или парализованных людей или улучшить их возможности? Это серьезный вопрос. Минус рассуждает Санкаи. Еще с 1991 года японский преподаватель обдумывал идею создания робота, который помогал бы перемещаться людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И в 1997 году ему удалось реализовать свою мечту, он создал первый прототип робота. Робот Сютал. Своя дорога в бизнес сперва Санкаи решил предложить свое изобретение крупным японским корпорациям. Но хотя большим боссам и понравилось его детище, производить его они не захотели. Конечно, я посетил большие компании. Я думаю, что поговорил почти с половиной японских фирм топ-20. Президенты и менеджмент на самом деле похвалили мое творение, минус вспоминает Санкаи. Но, по его словам, робот заинтересовал их больше с точки зрения исследовательских перспектив, нежели с точки зрения возможностей для бизнеса. Не было ничего, ни рынка, ни пользователей, ни профессионалов, ни промышленности, ни международных правил, минус инновационные технологии часто сталкиваются с такой ситуацией, минус подчеркнул изобретатель. И тогда ему пришлось идти собственным путем и создать свою компанию. Его фирма, основанная в 2004 году, получила название Cyberdyne, которое, впрочем, не имеет никакого отношения к вымышленной компании с таким же названием, упоминавшейся в фильмах про Терминатора. Как пояснил сам глава компании, он просто соединил два слова, кибердина, единица измерения силы, использовавшаяся в системе СГС, которую сейчас сменилась и, в ней сила измеряется в ньютонах. По данным Forbes, к середине 2006 года Санкай привлек около 17 миллионов долларов инвестиций от японских и американских компаний, названия которых он не раскрывает. Эти средства позволили ему построить исследовательский и производственный центр в Токио и начать процесс сертификации продукции в Европе. С тех пор интерес к его компании постоянно растет. В марте прошлого года Cyberdyne вышла на японский фондовый рынок в Токио и собрала около 76 миллионов долларов, причем за первый день стоимость акций выросла вдвое. Международная экспансия согласно информации на сайте Cyberdyne. Компания в 2013 году сертифицировала своего чудо-робота в Европе. По данным Bloomberg, аренда Robot Suit Hall. Сейчас стоит для госпиталей и других лечебных учреждений недешево, около 17,7 тысячи долларов в год. Тем не менее свыше 150 больниц в Японии уже арендовали эти девайсы. Индивидуальные тренировки обходятся пациентам дешевле 100 долларов в час. С середины прошлого года роботы Hall арендуют специализированный центр в Бохуми, а также больницы в Берлине и Франкфурте. Представительство компании есть в Норвегии. Швеции, Нидерландах. В конце прошлого года Cyberdyne заключила соглашение о сотрудничестве с АМРН. Один из мировых лидеров в сфере автоматизации будет производить для роботов специальные сенсоры, которые позволят устройствам осуществлять больше функций. Как сообщила газета, ожидается, что обновленные роботы с сенсорами АМРН появятся в течение пяти лет. Пока что компания является убыточной. За 2013 финансовый год, закончившийся 31 марта 2014 года, продажи составили около 3,9 миллиона долларов, 456 миллионов иен, а по итогам этого года, закончится 31 марта, вырастут до 6,3 миллиона долларов, согласно прогнозу компании. Убытки в нынешнем году должны уменьшиться с 5,8 миллиона долларов до 4,9 миллиона долларов. При этом инвесторы оценивают Cyberdyne, очень высоко, рыночная капитализация, по данным Bloomberg, превышает 2,6 миллиарда долларов актива и осиуки Санкаи. Forbes оценивает в 1 миллиард долларов. Несмотря на пока небольшое количество клиентов за пределами Японии, глава компании готов сотрудничать далеко не со всеми желающими арендовать его изобретение. Как сообщает Forbes, после трагедии 11 сентября к Санкаи обращались власти США, но он отказался сотрудничать с военными. Он согласен с ПО? Прежнему любимым мимозимовым, роботы должны не приносить вред, а помогать людям. Автор статьи, Татьяна Глазкова.